Всем привет дорогие друзья! Я несколько раз обещал, что перед Ахматом у нас будет куча времени для того, чтобы обсудить состав, подумать над тем, кто должен лететь в Грозный, играть перед матчем в Лиге Чемпионов с Ювентусом на довольно тяжелом выезде против Ахмата, у которого сменился тренер при довольно большом количестве травм и дисквалификации, которые у нас есть. Но так получилось, что этого самого времени оказывается и нету, матч уже в пятницу и надо делать ролик, но вот сегодня у меня снова не получилось нормально записаться, но я решил, что ну какая разница, как я запишусь, главное с вами немножко пообщаться, поразмыслить и подумать, кто может собственно играть против Ахмата с учетом всех наших проблем. Для этого у меня есть два источника. Первый это lineup maker build lineup.com. Здесь мы сейчас напишем и спрогнозируем примерно наш состав. Я думаю, что играть будем по 4-1-4-1, да, у нас сейчас эта схема наиболее актуальна. Конечно, Алексей Миранчук восстановился, может быть будут какие-то изменения, и они уже были в матче против Тульского Арсенала, но снова-снова у нас не хватает банально нападающих, не хватает лимитных игроков, игроков с российским паспортом для того, чтобы все было хорошо в плане варьирование схем, да, 4-4-2, использователи 4-2-3-1 или 4-1-4-1. Ну, давайте пока попробуем 4-1-4-1, потому что, ну, на Ювентус, я думаю, что все согласны, надо выходить именно по этой схеме, которая нам приносила успех с Байером, с Зенитом и относительно неплохо держалась с Атлетика. В воротах Гильерме, да, думаю, что здесь не будет никаких вопросов, отстоял два матча на ноль в сборной России, больших проблем ему там не доставили, но, тем не менее, нету никаких совершенно резонов менять Гильерме на кого-либо еще. Правый край, это у нас Живоглядов. Игнатьев, наш первый выбор на правый фланг, на данный момент дисквалифицирован, он получил четвертую желтую карточку, довольно бессмысленную желтую карточку, но, тем не менее, она есть, обнулился перед Спартаком и пропустит матч с Ахматом, вместо него у нас есть только один игрок с российским паспортом, это Дмитрий Живоглядов, здесь безальтернативно. Также безальтернативно у нас два центральных защитника, это Хевидас, про которого мы знаем, что он поправился, он занимался в общей группе и все с ним абсолютно в порядке, и Чурлука, у которого вообще не было никаких повреждений, соответственно, в Чарли мы верим и уверен, что он будет играть против Ахмата. Да, точно так же нет никаких вопросов по Мурилу, да, наш опорничек, если бы Хевидас не поправился, Мурилу бы оттянулся в центр обороны, и здесь мы бы уже думали, кого Криховика, Коломейцева, Макеева, Куликова ставить, но на данный момент устоялась связка, так что все, оставляем как есть. На левом краю записываем Жуао Марио, сыграл за сборную Португалии, вернулся в сборную, пускай не очень ему там удались матчи, один раз даже вышел в старте против Украины, этот матч они проиграли, один раз на заменку на несколько минут, но тем не менее, думаю, что настроение у него все равно хорошее, после долгого перерыва вызвали его в сборную Португалии, то, чего он так долго хотел. На правый край отрядим Алексея Миранчука, ну, Антон травмирован, поэтому просто Миранчук, Леша восстановился, и на данный момент он будет нашей главной надеждой, главной атакующей силой, потому что, ну, будет еще Криховик, да, напишем нашего поляка, который в сборной обеспечил себе выход на финальную часть Евро, но все равно, да, мы многого ждем именно от Алексея Миранчука, поправившегося, восстановившегося после долгого перерыва, после растяжения задней поверхности бедра, с которой у нас сейчас вывалились, Смолов и Жамалединов, ну, соответственно, здесь мы должны писать Коломейцева, это нам диктует лимит, мы никого больше сюда не можем вписать, и получаем, что у нас Гильерме, Миранчук, Живоглядов, это три человека, раз, два, три, Коломейцев четвертый, и нам нужен еще один нелегионер. В нападении Смолов травмирован, судя по всему, его не было на тренировках, судя по всему, его долго еще придется ждать, та же самая задняя поверхность бедра, так что, скорее всего, весь октябрь и, может быть, частично ноябрь он пропустит, но здесь мы должны выбирать либо Эдер, либо Лука Джорджевич. Мы знаем то, что Джорджевич забил два мяча в ворота молодежки, тем самым, возможно, каким-то образом набрал, наконец-то, вестов в глазах Палыча тренерского штаба, но при этом Эдер провел, на мой взгляд, потрясающий матч против Тульского Арсенала и заслужил право играть в Основе. И у нас остается левый игрок, которого, левый защитник, который в условиях лимита должен быть россиянином, это Миша Лысо. По Мише Лысо были огромные сомнения, он достаточно давно у нас уже травмирован был, точно так же, как и все остальные наши паспортисты, либо травмированы, либо дисквалифицированы, дисквалифицированы, да, то есть Баринов, Смолов, Жемалединов, Игнатьев, Антон Миранчук, это все игроки уровня сборной России, так или иначе, да, призывались в различное время, и при этом они не смогут принять участие в игре с Ахматом. Не уверен, да, что есть еще один клуб в России, который сможет, потеряв пять игроков уровня сборной России, выставить все равно более-менее адекватный состав. Но, но, перед сегодняшним матчем вышла, перед матчем в пятницу сегодня вышел фотоотчет, тренировка перед вылетом в Грозный, в котором есть, в частности, вот такие вот кадры, да, мы видим на, ну, Миша отвернулся, но мы видим на штанах 84 номер, это номер Миши Лысова, и здесь, ну, уже видно окончательно, да, что Миша прилип к Леше Миранчуку, никак от него не отстанет. Так что, несмотря на то, что Лысов в манишке, Лысов готов, и мне кажется, что, ну, просто в условиях лимита мы вынуждены поставить его на левый край нашей обороны. Получился вот такой вот состав, который, ну, не оптимальный, но, по крайней мере, выглядит довольно боеспособно и интересно. Какие у нас еще варианты были, да, вместо Лысова мы можем ставить Рыбуся, можем ставить Идова, ну, Рыбуся, да, он здоров, он готов, играл за сборную Польши, но тогда нам нужен еще один игрок в опорную зону, например, да, еще один российский футболист. Если мы сюда ставим Рыбуся, нам нужен россиянин. Вместо Черлука и Хеведеса россиян у меня для вас нету. Ну, Макеева можно поставить в центр обороны вместо Хеведеса, но, честно говоря, не выглядит это чем-то адекватным. Можно поставить Макеева вместо Мурила и дать Мурилу отдохнуть перед Ювентусом, но у нас только что была достаточно длинная пауза, и зачем, собственно, Мурилу давать отдыхать, правильно? Правильно. Ну, и левый край можно вместо Жуау Марио выпустить Тугорева, либо Рыбчинского. Но снова кажется, что это достаточно серьезное ослабление команды, гораздо более серьезное, чем замена Рыбуся на Лысого. При том, что Рыбус в последних матчах стал играть действительно хорошо и здорово, но в условиях лимита нужно кем-то жертвовать. И когда я смотрю на наших легионеров, да, вместо Эдера мы не можем никого россиянина выпустить, да, Сулейманов пока еще явно не готов даже на уровень ПФЛа и Казанки, именно чтобы выгрызать матчи для своей команды. Смолов травмирован. Вместо Жуау Марио, Тугорев и Рыбчинский это скорее варианты замены на второй тайм, подмены, но никак не с первых минут и достигать результата. Крыховик абсолютно незаменим. По Мурило, да, можно выпустить Макеева или Куликова, абсолютно можно выпустить. На самом деле это второй достаточно адекватный вариант, но все равно мне кажется то, что вариант с Лысовым, который вполне себе уже неоднократно доказал, что может играть на высоком уровне в финале Кубка России, например, почему бы и нет. Поэтому я бы все-таки оставил именно Лысова на позиции левого защитника. Ну и опять же, да, Черлук Хеведос, пускай играют, пускай набираются, так сказать, игровых кондиций после паузы на сборной перед Ювентусом, потому что с Ювентусом им, конечно, гораздо больше придется защищаться и гораздо больше у них будет работы. Ну, в общем, как-то так я все это вижу. Схема 4-4-2 не проходит, потому что, ну, получается, да, мы можем вместо Мурило поставить Джорджевича, но это не выглядит чем-то адекватным. Пока что Джорджевич не выглядит игроком основы. Пускай выходит на замену, пускай вместо того же Эдера выйдет. Если нужно будет добавлять, да, вместо Жуао Марио, может быть, выйдет и перестроимся каким-то образом. Но с первых минут 4-4-2 Эдер Смолов выглядит неплохо. Эдер Джорджевич выглядит как очень большая авантюра. Поэтому возвращаем Джорджевича в опорную зону и называем его Мурило. 4-2-3-1. Так, для того, чтобы Миранчук у нас чувствовал себя более в своей тарелке, все-таки, ну, быть правым полузащитником не совсем Миранчуковская, согласитесь. Можем сделать, увидеть что-то подобное, да, тогда мы вместо Коломейцева вправе ожидать какую-нибудь молодежь, хотя, если помните, то в матче с Атлетико на фланг вышел не Тугарев, не Рыбчинский, а именно как раз Коломейцев, да, после того, как Смолов сломался, там мы что-то подобное видели, только Коломейцев был скорее слева, Жуау Марио где-то по центру, ну, какие-то там сложные, сложные были перестановки, явно не планированные из-за травмы Смолова, но я думаю, что вот так, слишком сильно тасую, но вот что-то подобное, да, мы вправе увидеть. Может быть вот так вот, да, с Миранчуком правый фланг, Жуау Марио по центру, Коломейцев левый фланг, либо Тугарев здесь, либо Рыбчинский, но опять же по лимиту более-менее проходим с Лысовым на левом краю обороны. Посмотрим, посмотрим, что выберет Палыч, варианты, как ни странно, есть. Вот опять же, да, удивляюсь тому, что, ну, вот серьезно, потерять Баринова, потерять Игнатьева, потерять Антона Миранчука, потерять Рефата Жамалединова, потерять Федора Смолова, пять человек просто теряем по травмам и дисквалификациям, пять игроков с паспортом, игроков уровня сборной России, и при этом все равно иметь, ну, достаточно боеспособный состав. Вот я когда смотрю на это, ну, да, Живоглядов не выглядит каким-то супертопом, да, Лысов тоже не выглядит игроком, которого бы хотел выпускать против Криштиану Роналду, но на матч чемпионата России, российской премьер-лиги, ну, вроде-вроде явно так солидно и боеспособно. Мне по-прежнему 4-1 нравится, 4-1, 4-1 нравится больше, но вот мы можем даже 4-2-3-1 предложить. Можем какие-то другие вариации тоже придумать с усилением центра поля, например. У нас есть еще пару легионеров, да, которые теоретически могут выходить. Это Рыбус, это Идову, это Джорджевич, безусловно. То есть нам даже есть кем усилять эту игру, если нужны заменки. В общем, в общем, не так все грустно и плохо, как думалось накануне. Здорово, что Хеведос поправился, что нет у него проблем, потому что если бы еще и Хеведоса не было, то мы бы находились в довольно тяжелом положении. Тогда бы здесь у нас играл Мурила, а вот здесь нам нужно было бы придумывать. Возможно, сюда пускать Коломейцева, сюда пускать Тугорева. И согласитесь, что вот в такой расстановке состав уже выглядит таким полуторным, несыгранным, немножко разбалансированным. Но вот предыдущие варианты мне, например, вполне нравятся. Я думаю, что с таким составом мы вполне можем претендовать на победу в Грозном, который матч с Ахматом будет, конечно, тяжелым, как и любая игра в Грозном. Но сейчас Ахмат не представляет из себя какую-то супергрозную силу. И если мы сыграем так же концентрированно и хорошо, как играли предыдущие матчи, то проблем с командой Шалимова, по идее, быть не должно. Ну а как получится, посмотрим в пятницу в 19.30 уже совсем скоро.